Привет, друзья! Очень рада вас видеть. Сегодня мы собрались для такого полуразвлекательного формата, для того, чтобы отдохнуть. Будем смотреть за моим любимым, за списком книг. Если раньше, в предыдущем видео, мы говорили о лучших книгах по версии New York Magazine, то теперь для рассмотрения возьмем Observer. Все эти списки вообще интересны, каждый по-своему, потому что помимо тех книг, которые качают из одного списка в другой, есть, конечно, те, о которых вы никогда не слышали. По-любому, некоторые из них даже никогда не были изданы на русском языке. Я заметила, в случае с этим списком, у меня больше книг, которые есть у меня уже на полках. Достаточно такое приличное количество, я уже из них прочитала. Список этот открывает Дон Кихот, конечно же. Тоже книга, которая вообще из одного списка в другой качует постоянно. Она, мне кажется, есть везде. Я ее читала в таком жатом детском формате очень-очень давно. И, если честно, не испытываю желания прочитывать вот этот огромный Талмуд, потому что, судя по отзывам, там вот эта борьба с мельницами. Книга очень приключенческая, наполненная всем этим каким-то юмором, где-то сарказмом, где-то просто очень интересными, забавными ситуациями. Но вот во мне нет сейчас этого желания погружаться во что-то подобное. Мне хватило, в принципе, тогда вот этого шапочного ознакомления и больше желания не испытываю. Второе место занимает Джон Биньян или Биньян «Путь паломника». По-другому эта книга называется «Путешествие пилигрима». И именно под этим названием она была издана на русском языке. Написано, что эта книга адресована всему человечеству, вошла в фонд золотой мировой литературы, как шедевр христианской классики. И сам автор был брошен в тюрьму за свою проповедническую деятельность, как тут сказано. То есть это что-то вращающееся вокруг религии. Я такие книги не очень люблю, если честно. Третья – «Робинзон Крузо», конечно же, Даниэль Эдефо. Известная тоже книга, которую я хочу когда-нибудь прочитать, но я думаю, что это будет не слишком скоро. «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта – тоже очень известная книга, особенно у детей. Но, если честно, тоже желание прочитать ее не испытываю сейчас. «Генри Филдинг. История Тома Джонса. Найденыша» – это популярная достаточно книга, которая тоже в нескольких списках мне уже попадалась. Пока, если честно, тоже не испытываю какого-то невероятного желания ее прочитать, но я думаю, рано или поздно оно может появиться. «Сэмюэль Ричардсон. Клариса». По-другому еще «Клариса или история юной леди». Сказано, что эта книга о том, как Лавелас, блестящий по весу, преследует добродетельную и красивую Кларису Харлоу. Я, по-моему, себе добавила даже на «Хочу прочитать». Написано, что эта книга заключает в себе важнейшие вопросы частной жизни, показывает бедствия, которые могут явиться следствием неправильного поведения как родителей, так и детей в отношении к браку. Лорен Стерн. «Жизнь и мнение 300 мошенди. Джентльмена». Об этой книжке тоже слышала. Пока тоже желания прочитать ее не имею, но я думаю, когда-нибудь возможно. «Шадерла де лаклопастные связи». Тоже известная книжка. Очень я ее читала, но потом избавилась от бумажного экземпляра, потому что книжка начала разваливаться. Возможно, когда-нибудь прочитаю ее снова, кто знает. Джейн Остин. «Эмма». Наконец-то пошли книги, которые я могу продемонстрировать. Вот у меня бумажный экземпляр ее. Тоже хочу его заменить, потому что уже изрядно пооптрепался. Но да, книга мне понравилась в свое время, но читала я ее крайне давно, поэтому, конечно, хочу перечитать. Многие говорят, что «Эмма» — это наиболее саркастичная, такая высмеющая книга, которая говорит о нравах того времени. «Мэри Шелли. Франкенштейн». Вот эту книгу читать я не собираюсь, потому что по многим отзывам она устарела. Вот чертовски устарела для этого времени. И, конечно, ни какого-то ужаса от прочтения ее вы не испытаете, ни, скорее всего, интереса, потому что все повороты там будут для вас совершенно предсказуемы и неинтересны, поэтому читать не буду. Есть более актуальные на данный момент книги. Конечно, в свое время она навела шуму, шороху, но сейчас, к сожалению, книга не актуальна. Хоть и полезно, наверное, знать первоисточник, согласно которому пишутся сейчас многие книги, на основе которой создаются многие-многие произведения, в том числе и в кинематографе. Томас Лав Пикок «Аббатство кошмаров». Сказано, что это пародийный роман автора, представляющий яркую и острую сатиру на готический роман в целом. Вроде как здесь будет речь идти о очень мрачном готическом особняке, в котором будут собраны очень необычные, нетривиальные персонажи, очень гротескные, каждый из которых придет к не очень хорошему для себя разрешению каких-то конфликтов и событий. Аноры де Бальзак «Паршивая овца». Не знаю, есть ли сейчас эта книжка на русском языке, можно ли ее, в принципе, достать, но определенный интерес сам автор для меня представляет, потому что, насколько я помню, ничего из его произведений я еще не читала. Стендаль «Пармская обитель» тоже хотелось бы прочитать, наверное, когда-нибудь. Александр Демаграф «Монте-Кристо». Я бы удивилась, наверное, если бы этой книги не было в данном списке. Конечно же, у меня есть даже бумажный экземпляр. Читала я его в двух домах, но потом захотела вот такой подарочный себе приобрести, потому что это что-то невероятное. Здесь и огромное количество иллюстраций, хотя, понятное дело, такое читать вот так вот в автобусе никак не получится. Это такое чтение дома, сидя даже не на диване, скорее всего, за столом, потому что поднять ее даже сложно, но вот такое просто художество. Конечно, книга мне очень понравилась, я ее крайне рекомендую, хотя отзывы тоже очень разные. «Менджемен Дизраили» Сивилла. Эту вот книжку, по-моему, очень сложно сейчас найти на русском языке, если вообще возможно. «Чарльз Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфилда. Рассказанная им самим». Очень хочу эту книжку прочитать, особенно недавно посмотрела экранизацию ее, она мне очень понравилась, вот сам стиль, наверное. Ну и, в принципе, «Чарльз Диккенс» представляет для меня, конечно же, интерес, и, конечно, хочется поскорее с чем-то из его произведений познакомиться. «Эмили Бронте. Дрозовый перевал». Эта книжка у меня была, я ее читала, конечно же, но почему-то я не смогла найти бумажный экземпляр. Видимо, я от нее избавилась, а новый экземпляр так и не купила, потому что старая книга в старом варианте была очень поистрепанная, и я ее, наверное, хотела заменить, но так этого и не сделала. Книжка, конечно же, мне очень понравилась в основе из-за своей атмосферы, конечно же, но хочу перечитать. Я хотела ее перечитать, я, более того, это запланировала на осень, но понимаю, что, скорее всего, это же сделать не успею, но очень-очень хочу, потому что эту историю я откладывать в любом случае не буду, прочитаю ее, если не осенью, то зимой, точно, потому что мне хочется освежить в памяти хотя бы основные элементы сюжета, так как многие из них, несмотря на то, что, казалось бы, об этой книге постоянно все говорят, я уже забыла, поэтому надо бы освежить уже. Уильям Теккера «Ярмарка. Чеславия». Этой книжки у меня нет, хотя я думала, что когда-то ее покупала, но на самом деле нет, конечно, хочу ее прочитать. Натаниэль Готорна «Алая буква». Вот насчет этой книги не знаю, хотелось бы ее прочитать, но вот насчет того, стоит ли мне покупать ее в бумаге, я не уверена. Герман Мэйл «Вил Моби Дик». Эту книжку хочу прочитать, очень много слышала о ней. Многие отмечают, насколько она глубока по своим отсылкам, которые есть внутри, но вот пока у меня ее нет даже в физическом варианте, если даже и появится, я не знаю, если честно, когда я смогу ее прочитать, когда у нее появится сила, энергия, запал для того, чтобы это сделать. Гюстав Флабер «Госпожа Бавари». Эта книжка у меня есть, тоже я ее читала лет, наверное, в 16, и, конечно же, тоже хочу перечитать, потому что очень скандальный роман для своего времени, о котором я сейчас, к сожалению, не помню практически ничего, кроме каких-то образов, которые в голове мелькают. Уилки Коллинз «Женщина в белом». Вот это просто как бальзам на мое сердечко, потому что я обожаю этого автора, мне очень нравится, как он пишет свои произведения. Конечно, это начальная стадия, так сказать, детектива, потому что Уилки Коллинз – это прародитель этого жанра, в принципе, и он не совсем еще в зачатке, естественно, перешел к конечному продукту, который мы видим сейчас. То есть это не сильно какое-то залихватское такое повествование, которое просто затянет вас в свой сюжет. Здесь сам вот этот детективный сюжет будет дополнять еще и проработка героев, пейзажа, которые тоже будут дополнительно какую-то атмосферу накладывать. Но стоит учитывать, естественно, при чтении Уилки Коллинза, что это больше классическое произведение, нежели детектив. И несмотря на то, что вас, возможно, будет интересовать развязка детективная, все равно игнорировать вот эти все классические проявления классического романа вы не сможете. Льюис Кэррел «Алиса в стране чудес», конечно же, читала, когда была маленькой, но стоило бы, наверное, перечитать. Я просто еще не уверена, в каком издании мне это стоит сделать. Но я, опять же, не знаю, стоит ли мне делать это в скором времени, учитывая, что сюжет этой книги мелькает абсолютно везде и всегда. И, в принципе, вы его, скорее всего, знаете наизусть. Луиза Мэй Олкот «Маленькие женщины» тоже эта книжка у меня есть. Я ее планировала еще на прошлую зиму, а прошел уже год, на секундочку. Но так до сих пор ее не прочитала, возможно, из-за вот этого талмуда, из-за этого объема. Хотя здесь «Маленькие женщины» занимает, конечно, совершенно небольшую часть. Здесь, на самом деле, целых четыре романа. Вот поэтому такие амнинбусы я перестала любить, хотя раньше, вот как мы видим, приобретала. Потому что думала, это очень красиво, да, это не очень удобно, но я и не планировала книжку брать с собой, читать вот это в автобусе. Но просто нет даже желания читать ее скорее из-за этого. Но я думаю, что этой зимой ситуация справится, и я, наконец-то, прочитаю ее. Хотя бы один роман, хотя бы первый. Это не Троллуп «Дороги, которые мы выбираем». Троллуп, в принципе, популярный достаточно автор, хоть и не все его книги сейчас можно найти на русском языке. Но это не самая для меня интересная книга. Я думаю, вот эти башни, которые, сложно выговорить, были бы для меня приоритетом, наверное, в знакомстве с автором. Лев Толстой, Анна Каренина. Книжка эта тоже у меня есть, читала ее не так давно, причем есть отдельное видео тоже вот в таком интересном для меня, по крайней мере, издании. Конечно, книга мне очень понравилась, и она из тех, которые хочется потом перечитывать для того, чтобы не только сравнить впечатления, но и оценить, наверное, моральную сторону, потому что, мне кажется, в разные периоды своей жизни ты принимаешь разные стороны вот этого всего. Джордж Эллиотт Дэниэль Деронда. Вот этот роман очень сложно найти на русском языке, чуть ли невозможно. И это последний роман, который вышел из-под пера Джорджа Эллиота. И он больше затрагивает национальную какую-то сторону. Но если национальная сторона утратила уже свою актуальность сейчас, то остается еще другая психологическая. Это проработка персонажей, каких-то мест действия, которые должны для читателя представлять интерес. Но, опять же, для меня это не самая первая книга в списке интереса. Достоевские братья Карамазовы, конечно, эта книжка тоже у меня есть. Сейчас я ее когда-нибудь достану. Тоже читала ее в этом году, тоже она мне очень понравилась. И, опять же, она из тех, которые стоит перечитывать, потому что там большое количество информации, зарыто где-то очень глубоко. И для того, чтобы ее добраться, во-первых, надо много раз прочитать эту книгу, во-вторых, каким-то жизненным опытом обрасти, для того, чтобы понять смысл, который был зарыт здесь. Тем более, что это такой опус магнум Достоевского. Все, что он собирал, все, что он пережил на протяжении своей жизни, все это творчество, которое вышло из-под его пера в течение его жизни, опять же, он вот здесь нашел свою квинтэссенцию, потому что здесь все его мысли, все это структурировано, собрано. И вот мы видим все его мысли, всю его работу вот в таком романе. Поэтому, конечно, когда-нибудь определенно точно его перечитаю. Генри Джеймс «Женский портрет». Тоже не так просто сейчас эту книгу найти на русском языке. Марк Твен «Приключения Гекки Белрефина» читала в детстве. Сейчас нет желания перечитывать, потому что достаточно хорошо помню сюжет. Но и, в принципе, мне кажется, сейчас она будет не так для меня интересна, как была лет в 11-10. Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекела и мистера Хайда». Вот не так давно ее слушала, по-моему, даже в этом году, наверное. И, ну, она сейчас уже тоже не очень актуальна. Она, конечно, не пугающая, как могла бы быть в то время, когда была написана. Но все равно интересно было познакомиться с первоисточником многих историй, сейчас переработанных, опять же, которые строятся как раз на основе вот этой книги. Джером Клапка «Джером. Трое в лодке, не считая собаки». Я, конечно же, хочу прочитать, но пока этой книги нет даже у меня в наличии. 34-м номером идет Оскар Уайлд и его портрей Дориана Грея. Конечно же, очень знаменитая, известная книга, которую я также хочу перечитать. Опять же, приобрела для этого вот такое красивое издание. Но саму книгу еще не перечитала. Я вот обратилась к нескольким его пьесам, которые здесь представлены. Тоже оценила их. Но, конечно, с портретом Дориана Грея ничто не сравнится, в моем понимании. Немножко углубилась в творчество самого автора, вернее, в его биографии. Поняла, откуда там ноги растут, скажем так. Ну и, конечно, хочу когда-нибудь снова перечитать. И я думаю, что в скором времени. Книга, которую буквально все растаскивают на цитаты, но это сложно не делать. Джордж Уиден Гроссмин «Дневник незначительного лица». Тоже хочу книжку эту прочитать. Она у нее, по-моему, даже где-то есть в Закромах, а-ля «Хочу почитать». О Томас Гарде «Джуд незаметный» или «Джуд неприметный» еще в другом переводе. Снежана эту книжку я читала. Ей, конечно же, очень понравилось. И тоже, да, хочу ее когда-нибудь прочитать. Роберт Эрскин Чайлдерс «Загадка песков». Не самая известная книга. Но, как сказано, это детектив, причем такой залихватский, о знаменитом частном сыщике Филиппе Марлоу. Джек Лондон «Зов предков». Тоже у меня есть эта книжка. И, конечно же, вот в таком сборнике. Саму книгу я читала, она мне очень понравилась. И это была невероятно трогательная история, которая, казалось бы, не должна была мне сильно понравиться, заинтересовать меня, потому что построена от лица животного. А мне такое обычно не нравится, не впечатляет. Но вот здесь история была просто невероятная. Джозеф Конрад «Настрома». Слышала об этой книжке, об этом авторе, конечно же, но какого-то дикого желания прочитать не испытываю. Кеннет Грэм «Ветер в Ивах». Насколько я помню, это детская история, поэтому нет, не хочу. Марсель Пруст «В поисках утраченного времени». Начинала я собирать весь этот вот цикл, и все собрала, кроме двух первых книг. Поэтому первая книга у меня вот в таком издании, тоже немножко уже потрепанная, не знаю, ключами или чем. Пока во мне нет, наверное, запала для того, чтобы это делать, для того, чтобы погружаться в эту историю, потому что здесь надо все делать медленно, размеренно, оценивая каждое слово на вес, возвращаясь на несколько строчек назад, чтобы оценить еще раз красоту написанного. Пока что во мне такого запала, наверное, нет, особенно после «Радуги тяготения», которую я читаю до сих пор, уже, я не знаю, больше месяца, наверное, и вот все силы из меня эта книга выжимает. Поэтому, конечно, сейчас пока такого запала нет. «Лоуренс. Радуга» — это вообще неизвестная книга. Насколько я поняла, ее даже нет на русском языке сейчас. И она рассказывает о трех поколениях семьи Брангвин, живущих в Ноттингемшире. Написано, что роман «Влюбленная женщина» является продолжением вот этого романа «Радуга», но «Радуги» сейчас практически нигде нет, и вопрос со знакомством стоит остро. Мэддекс Форд — «Хороший сладат», и, заходя из названия, нет желания читать. Джон Бучан, «39 ступеней», тоже спорная очень книга, и, насколько я поняла, на русском языке ее практически невозможно найти, но есть она на английском, но сюжет там тоже очень спорный, у нее рейтинг не слишком большой. Джеймс Джойс Улисс, конечно же, хочу прочитать, но не знаю, когда. Вирджиния Волф и «Миссис Деллой». Вирджиния Волф я люблю, мне нравится, как она пишет. «Мисс Деллой» пока нет в наличии в бумаге, но есть ее другие романы. Эдвард Морган Фостер «Дорога в Индию». Слышала о ней, но пока нет желания читать. Следующая книга — это «Фиджеральд Великий Гэтсби», который тоже у меня есть в бумаге, который тоже, конечно же, читала, полюбила в свое время, но не перечитывала уже очень давно, и пора бы освежить в своей голове сюжет. Тем более, что вот в этой книге есть еще «Ночь нежна», тоже очень популярная его книга. Хотя бы одну из них надо бы уже освежить в памяти. «Франц Кавка. Процесс». Еще одна книга, которая есть у меня в наличии, в таком переиздании тоже, которую я планировала перечитать вот этой осенью, но пока что не сложилась. Но я думаю, в скором времени я эту ситуацию исправлю. Конечно же, «Кавка» — это самое сердечко, очень острые ситуации, которые до сих пор на хайпе, скажем так, до сих пор заставляют задуматься и понять, что мир не изменился. «Эрнест Хмингуэй. Мужчина без женщин». То, что я читала у Хмингуэя, мне пока что нормально. На четверочку оценивается, и я не испытываю желания как-то читать все, что вышло из-под его пера, но, возможно, с этим произведением когда-нибудь познакомлюсь, кто знает. «Путешествие на край ночи» от Луи Фердинанда Селина. Тоже очень известная книга. Вот ее хочу прочитать, но пока что нет в бумаге. «Уильям Фолкнер. Когда я умирала». Фолкнер, в принципе, очень знаковый автор, естественно, но пока у меня, опять же, в бумаге его нет, но испытываю желание прочитать хотя бы хоть что-нибудь из-под пера вышедшее. «Олдос Хакс. Люди в новый мир». Тоже очень люблю эту книгу, конечно же, она у меня есть в наличии. Опять же, в сборнике. Вот это издание я не очень люблю, вот это потому что обложка, как кожаный стул в поликлинике. Это просто что-то с чем-то. Ладно, если бы обложка была вот такой, было бы замечательно. Я просто надеюсь, что суперобложка выживет, ничего с ней не случится, и книга останется вот в таком варианте. «Явлин Восенсация» тоже книга, не так давно, по-моему, которая получила переиздание. Пока у меня ее нет в наличии, но прочитать хочу. Но, в принципе, хоть что-нибудь вышедшее из-под пера «Явлин Вос». «Джон Дос Пассос. США». Не самая интересная для меня книга, скажем прямо. «Рэймент Чандлер. Прощай, красавица». Тоже, по-моему, не очень известная книга вообще на территории России. Я о ней не слышала совсем. «Нэнти Митфорд. В поисках любви». Вот эту книгу я была очень удивлена здесь увидеть, потому что, по-моему, это такой легкий, очень роман. Да, английский, но больше основанный такой на какой-то любовной линии. Заварушки на быте Англии, каких-то особняков вот этих старых. Ну, то есть это что-то выбивающееся, что ли, из общего списка вот этой литературы. Поэтому я была удивлена, конечно, увидев здесь эту книгу. Хочу ее прочитать вот именно зимой, сидя уютно на диванчике, укрувшись пледом, попивая чаечек. То есть такая вот уютная атмосфера. Она как-то дополняет вот эту книгу, мне кажется, или наоборот. Кто знает. Альбер Камилл «Чума» тоже очень популярная книга. Я ее читала, опять же, лет в 15-16. Сейчас у меня ее нет в наличии, потому что, по-моему, я хотела купить переиздание, но пока что этого не сделала. Джордж Орвелл «1984» тоже, ну, мягко сказать, книга нашумевшая. Тоже ее читала, конечно же, она мне понравилась. Но, опять же, «Одивный новый мир» понравилась мне намного больше. И хочу уже прочитать «Скоттный двор», потому что, насколько я помню, она идеологически шла первой. И по нормам надо было ее первой в идеале читать. Сэмюэль Бэккетт «Мелан умирает» тоже не самая популярная на территории России книга. У Бэккета я хочу почитать сначала что-то другое, нежели вот эта книга. То есть, опять же, она не в первом ряду интереса для меня. Джером Селлинджер «Над пропастью воржи» – очень известная, популярная книга, которая у меня, конечно же, тоже есть. Но, когда я ее читала, она мне понравилась не очень, потому что она от лица мальчика. И вот мне не очень нравятся, в принципе, истории, ведущиеся от лица детей. Ланна Рио Коннор «Мудрая кровь» – вообще об этой книжке не слышала, если честно. «Баутина Шарлотты» – очень известная детская книга, поэтому я не испытываю желания, опять же, ее читать. Но она очень интересна тем, что она присутствует практически в каждом списке. Насколько я поняла, для иностранных детей эта книга была обязательным атрибутом, в принципе, детства. Поэтому странно, что на территории России мы как-то вообще эту книгу выпустили куда-то. Джон Толкин «Властелин колец», конечно же. Вот без этой книги, мне кажется, ни один список не обходится вообще. Я не читала, смотрела все фильмы, не знаю, пока хочу ли прочитать. Наверное, больше да, чем нет. Очень странный ответ. Кингсли Эмис «Счастливчик Джим». Тоже не то, чтобы много информации об этой книге есть, какого-то, опять же, дикого желания прочитать ее не испытываю. Уильям Голдинг «Повелитель мух». Она у меня есть уже очень давно, но до сих пор не прочитала, хотя отзывы просто невероятные. Но, в принципе, Голдинг – это тот автор, который создал большое количество очень таких масштабных произведений, с которыми стоит познакомиться. Грэм Грин, «Тихий американец», об этой книжке тоже ничего не слышала, но нашла описание. Эта книга была создана им после того, как он побывал в Индокитае, и после этого его окрестили самым антиамериканским писателем. То, что такое направленное на конкретную нацию, как бы препарирующие ее внутренние элементы, и, наверное, для меня это не очень интересно сейчас. Джеки Рок в «Дороге» прочитана. Она мне понравилась. Вот этим своим ощущением какого-то путешествия, которое мне в один период жизни зачастую приходилось испытывать, снова и снова, переживать, и какие-то пересечения определенные были, и мне было просто интересно снова на них наткнуться. Но при этом сам стиль путешествия, который здесь описан, он совершенно не мой, потому что такой слишком бунтарский, что ли. Мне надо что-то более такое комфортное, более причесанное. Лолита Набокова. Читала, конечно, эту книжку очень давно, опять же, лет в 16, и хотелось бы уже перечитать, потому что нашумела она в последнее время, особенно после выхода «Темной Ванессы», которая отчасти повторяет ее сюжет, но, вот, опять же, первоисточник, надо к нему обратиться и перечитать. Гюнтер Грасс «Жестяной барабан». Хотела эту книжку прочитать. У Гюнтера Грасса я читала его автобиографическую книжку «Малютку», которая раскрывает, опять же, какие-то внутренние течения его семьи. Она мне показалась очень приятной, интересной. Чино Ачеби пришло разрушение. Эта книжка тоже была в списке, по-моему, вот «Нью-Йорк Таймс». Достаточно интересная. Мюрил Спарк «Миссис Джинн Броди в рассвете лет». Мюрил Спарк, в принципе, очень интересный автор, который при этом пишет такие на грани произведения какие-то, которые могут оцениваться и крайне отрицательно, ну и крайне положительно в том числе. Харпер Лиубит «Пересмешника» эту книгу читала, опять же, лет, наверное, вот уже в 17-18 ближе. Понравилась мне в свое время. Продолжение читать я желания не испытывала, если честно, но вот ее пора бы уже перечитать, потому что в последнее время она все чаще и чаще звучит, опять же, в каждом списке попадается. Но, в общем, стоило бы освежить в памяти, как, в принципе, многие книги, которые я прочитала лет в 15-16-17. Джозеф Кейлер «Ловко-22». Такой антивоенный роман, очень известный, опять же, который во многих списках есть. Пока что не читала, но хочу. Сул Бэллоу «Герцог». Очень сложно эту книжку найти на русском языке, скорее в электронке. Это история университетского профессора Мозеса Герцога, начинающего мучительный путь в поиск смысла жизни. Обстоятельства его бытия, скорее, смешны. Жена только что сбежала с лучшим другом, вульгарным, нелепым прожигателем жизни. Я надеюсь, что это какой-то университетский роман, хотя бы отчасти, и этим он интересен. Но вот в наличии его практически не найти, опять же. Хотя прочитать хотелось бы. Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества». Тоже без этой книги никак нельзя было обойтись. Она у меня есть, я ее читала, и, конечно, она мне очень понравилась. Опять же, хочу перечитать и, наверное, уже купить в твердой обложке, для того, чтобы узаконить ее, скажем так, на полках. И можно было перечитывать неоднократно потом. Элизабет Тейлор «Госпожа Палфреева» в Клэйрмонте. Если вы попытаетесь найти какую-то информацию об этой книге, скорее всего, интернет вам выдаст просто фильм. А информацию о книге не скажет ровным счетом никакую. И, насколько я поняла, она не выходила на русском языке. Элизабет Тейлор — это же актриса вообще. Но она, оказывается, была еще и писательницей. И некоторые эти книги были экранизированы в последующем. Поэтому, не знаю, насколько высоко ее именно мастерство писательское, но то, что они представляли интерес именно сюжетно для кинематографа, это однозначно. Джон Лакаре «Шпион выйди вон». Тоже не интересует мне эта книжка, если честно. Тони Моррисон «Песня Соломона». У Тони Моррисона я читала «Возлюбленную». Она мне понравилась. Она у меня, кстати, есть. И хотелось бы тоже ее перечитать. Брил Бейнбридж «Поездка на бутылочную фабрику». Автор с очень сложной судьбой. Насколько я шапочно ознакомившись с биографией, могла понять. Нормана Мейлер «Песня палача». Опять же, что? Правильно. Сложно найти на русском языке. Криминальный роман, основанный на реальных событиях. Жизнеописание и казнь Герри Гилмора за убийство в штате Юта. Мне эта книга интересна именно с точки зрения реальной истории, которая лежит в основе. «Итала Кальвина. Если однажды зимней ночью путник». Очень такое витиватое поэтическое название, красивое. Вот эту книгу можно купить. Наконец-то. Главной темой произведения является роль литературы в жизни человека и различия в ее восприятии различными людьми. Интересна мне эта тема в принципе литературы и человека, их взаимодействия, восприятие и так далее. Поэтому я ее себе добавила. Тоже хочу прочитать. «Найпл. Излучины реки». Никакой-то информации об этой книге нет. Ни в наличии ее нет. Тоже такая сложная, витиватая. «Джозеф Кудзея. В ожидании варваров». У Кудзея хочу что-то другое прочитать, нежели это. Это не первая книга. «Мэрилин Робинсон. Домашний очаг». Тоже об этой книжке практически ничего не найдете. «Алаздар Грей. Ланарк». Вот эту книгу я хочу прочитать. Более того, у нее недавно было очень красивое переиздание, которое приближает к ней как бы. Но опять же, эта книга достаточно сложна для восприятия. Хотя, я думаю, не сложнее «Радуги тяготения». Поэтому, скорее всего, я все-таки смогу ее осилить, если когда-нибудь захочу. «Полуостр. Нью-Йоркская трилогия». Об «Остре» я слышала, естественно. Но никаких шажков в его сторону пока сделано не было. Поэтому хочу это когда-нибудь исправить. «Руальдаль. БДВ или Большой и добрый великан». Это тоже Руальдаль, детский писатель. Поэтому он мне пока что не очень интересен. «Рима Леви. Периодическая система». На самом деле, с химией, я так понимаю, этот сборник связывает только название каждого рассказа, который именуется в виде какого-то элемента периодической системы. Но при этом он говорит о своем прошлом, о своей молодости, о своих предках. Вспоминает семейные предания, студенческие годы, страшные дни, проведенные в Освенцами. «Мартин Эмис. Деньги». Не то чтобы интересная для меня книга. «Кадзо и Сигура. Художник в плавучем мире». У Кадзо и Сигура я периодически что-нибудь подсчитываю. Каждый раз это такое что-то очень отстраненное. Питер Кэрри. «Оскар и Люсинда». Она о каких-то героях, у которых постоянно меняющиеся страсти стали опасными привычками. И вот какие-то там дали перипетии из-за этого. Тоже есть экранизация. Я думаю, что посмотрю ее, потому что книгу достать очень сложно. «Вилан Кундера. Книга смеха и забвения». У Кундера я читала, естественно, вот эту «Невероятную легкость бития». Книжка очень сложная для восприятия. В политику которой стоит вдаваться для того, чтобы приблизиться к ней, к ее пониманию. И у Кундера надо перечитать все-таки главную работу, скажем так, его «Посмагнум», а потом уже перейти к более, к менее, вернее, известным произведениям. Салман Ружди. «Хароны моря истории». Было интересно увидеть здесь Салмана Ружди, но не самую известную его историю. И насколько я поняла, вот эту книгу сейчас невозможно найти на русском языке. Возможно, она даже не была переведена, не знаю. Джеймс Эйлори. «Секреты Лос-Анджелеса». Вот эта книжка мне очень интересна. Я ее себе тоже отложила. Я так понимаю, детективная история о кафе, в котором были хладнокровно расстреляны 6 человек. И расследованием Гиппеля занимаются трое полицейских, каждый из которых имеет свои тайны. И все они будут активно вплетаться в общие расследования, в общую конву сюжета, как я понимаю. И это должно произвести на нас какое-то впечатление. Интересный роман, хотелось бы прочитать. Анжела Картер. «Мудрые дети». Я, в принципе, хочу у Картера что-нибудь прочитать. Но, опять же, это автор достаточно редкий на книжных полках, в книжных магазинах. Поэтому ее сложно достать сейчас. Ин Макьюин. «Скупление». Читала эту книгу. Понравилась, но не так, чтобы слишком. Я ее оценила на четверку и желание перечитывать, если честно, не имею. Хотя основную суть, конечно, поняла. И у Макьюина читала потом еще другую книгу, которая мне, в принципе, тоже понравилась. Но вот как-то очень ровно у меня идет с этим автором. Филипп Улман. «Северное сияние». Я читала эту книжку, она у меня есть во всей этой трилогии, в принципе. Но сейчас не покажу вам, потому что она очень глубоко лежала в книжном шкафу. Филипп Рот. «Американская пастераль». В последнее время этот автор попадается мне все чаще и чаще. И, насколько я поняла, у него сейчас активно переиздают на русский язык. Я у него читала... Я даже не помню, как книга называлась, но я от нее избавилась потом. Потому что она меня не сильно впечатлила. Там было очень много мата, очень много секса. И вот, ну, какое-то все было такое девиантное. И, не знаю, в общем, мне тогда не очень впечатлило. Хотя, возможно, если бы я читала сейчас, мне бы больше понравилось. И сотая книга, последняя. «Себальд. Аустерлиц». Интересует меня она в определенном смысле, но не так, чтобы в первых рядах. Все, список подошел к концу. Пишите, читали ли вы что-то из него. Если да, то можете ли это порекомендовать для чтения, в свою очередь. Мы с вами скоро увидимся.